Духи Божьей Бог желал. Насколько важно молиться друг за друга, поддерживать друг друга в какие-то периоды жизни. И как раз на прошлой неделе пришла одна сестра к нам с просьбой помолиться. Она, как это бывает, чувствовала какое-то недомогание, начала обследование, сходила ко врачам, и врачи сказали, что у вас подозрение на рак. У меня такая натура, что я примеряю рубаху ближнего. Может, с виду я не подам, может быть, не скажу что-то, но я думаю, каково это? Каково это жить? Жить своей какой-то жизнью. Каждый день у тебя планы, каждый день у тебя какие-то заботы, проблемы, ты их решаешь, возникают новые. Ты двигаешься, 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 и в какой-то момент тебе говорят, а у тебя болезнь, возможно, неисцелимая, некая черта. А дальше будет все по-другому. И сразу рой мыслей приходит в голову. А как дальше жить? А что дальше делать? Знаете, это такое страшное состояние. Никому не пожелаешь. И первое, что она сделала, она пришла к верующим и говорит, молитесь за меня. Насколько важно молиться друг за друга, насколько важно поддерживать друг за друг друга. Ведь мы сегодня молились за нужды. И честно скажу, для многих молитва за других людей этим ограничивается раз в неделю, пять минут, а то и меньше, и все. Я знаю, что многие этим ограничиваются, и все, но Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы постоянно молились друг за друга, поддерживали друг друга. Так ведь? Я правильно говорю? Именно с этим посланием, с этим посланием я сегодня и пришел к вам, дорогие. И в книге «Деяния святых апостолов» в третьей главе Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Это обычное явление. Храм скоро начинал работать, начиналось служение, человек не мог ходить. Может быть, вначале он мечтал об исцелении, вначале у него были какие-то планы, потом он понял, что исцеления не будет, и дай Бог, чтобы найти хлеба на пропитание. Он даже сам не мог передвигаться. Его брали, приносили, сажали у этих ворот, и он сидел. Проходили люди обычно одни и те же. Обычно одни и те же проходили люди. Но тут идут двое новых людей, которых он раньше не видел. Петр и Иоанн перед входом в храм шли, и он увидел их. Он просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. Такое многообещающее высказывание. Посмотри на нас. Они остановились. Это уже сулило что-то ему. Он так внутренне обрадовался, скорее всего. Посмотри на нас. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но это естественно. Он сидел только для того, чтобы получить что-то от людей. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Ну вот, а что смотреть на тебя? Ни серебра, ни золота. Но хорошо, что Петр продолжает дальше. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. Знаете, вот таких людей, которые не ходят, ноги обычно очень тоненькие. Там только кость, чуть-чуть обтянутая кожей, ни мяса, ни мышц, ничего нет. Тонюсенькие ножки. И что происходит? И вдруг укрепились его ступни и колени. Они налились мышцами. В них пришла сила. И вскочив, он почувствовал эту силу. Он почувствовал, что может ходить. Он даже не мог остаться на месте. Он сразу захотел попробовать. Он вскочил на свои ноги. Начал ходить. Попробовал. Стал, начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача. Он скакал даже. И хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. От случившегося с ним. Знаете, часто мы ожидаем от Бога действий именно на богослужении. Именно на собрании. Именно там, где мы должны находиться. Петр и Иоанн шли в храм. Они шли. Там должно было начаться служение. И все было сосредоточено там. Может быть, они торопились. Может быть, они пришли впритык. И знаете, как часто бывает, отвлекают с какими-то вопросами. Дай милостыни, помоги мне в каком-то вопросе. Помолись за меня. Что-то сделай. Но они остановились. И я вам скажу, что настоящее служение произошло именно там. Настоящее действие Духа Святого произошло именно там, на лестнице. Не там, где ты ожидаешь. Вот сейчас начнется. Вот сейчас будет музыка. Вот сейчас будут первые минуты служения. 11 часов. Нет, настоящее служение начинается еще там, в фойе, на лесенках. Когда ты стоишь в гардероб, и кто-то оглянулся к тебе, и тебе показалось, что он какой-то сегодня грустный, убитый горем. Если ты спросишь, он начнет тебе рассказывать всю историю своей жизни, еще попросит помолиться за тебя. А ты торопишься. Надо скорее. Надо быстрее успеть кружку кофе выпить, быстрее сесть, занять какое-то место, и чтобы Бог пришел. Но здесь не говорится нам о служении. Говорится именно о той части. И это важная часть. Это важная часть не пройти мимо, остановиться и посмотреть. Остановиться и посмотреть. Очень важно. Бог призывает нас молиться друг за друга. А сами мы не можем. Владислав потрясающе сказал сегодня. Мы пропускаем удары. Мы сами немощны, слабы. Мы несостоятельны в этом вопросе. Бог призывает молиться, и это важно. Это одно из важнейших. Если ты делаешь какие-то пометки себе, напиши. Молиться друг за друга. Бог тебе сразу покажет, за кого нужно молиться. Что нужно делать. Какая ситуация у кого. Когда человек сталкивается со смертью, с какими-то моментами в жизни, которые кардинально могут все изменить, он, конечно, взывает к Богу. У одного солдата в шинели нашли стих. Эти документы долго не публиковали, потому что было всеобщее безбожие. Религии не было. Веры в Бога не было. Но когда ты сталкиваешься с лицом смерти, то волей-неволей взываешь к тому, кто выше тебя. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приблизиться к тебе. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, а я глупец поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната на небо звездное, что было надо мной. И понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты поймешь меня. Не странно ли, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. Не знаю, что сказать. Вот только то, что рад я, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и может, ночью же к тебе я постучу. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли войти, когда приду? Но кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось ныне. Ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь. Много было молитв в окопах во время войны, хотя политруки говорили, что не верьте в Бога, верьте в вождя, верьте в социалистические идолы. Люди обращались к Богу. Это естественно. Это естественно. И Бог этого хочет. Когда Иисус описывает, учит учеников молиться, и Он не говорит молитесь, Он говорит, когда входите в тайную комнату свою, то есть это естественно. Это естественное время, что ты входишь, что ты молишься, и этому нужно уделять время. Это важно. И причем, ну вроде мы знаем, что Бог же все слышит, все знает, все ситуации, зачем еще проговаривать. Но однажды Бог явился, ангел явился к Захарии и говорит, услышана молитва твоя. Ты молился, я слышал, и я услышал тебя. Петр говорил Корнилию, услышана молитва твоя. Мы много раз читаем, услышана молитва твоя. Значит, ты молился, значит, ты молился. Сейчас такое время, ты вроде бы понимаешь, что молиться надо, молиться важно, и ты пытаешься куда-то впихнуть ее в свою жизнь, но нет времени. Сначала работа, потом семья, потом какие-то дела, заботы, звонки. Нет просто времени. Один солдат говорит другому, мы работали по 25 часов в сутки. Он говорит, как 25? Всего 24 в сутках, а мы на час раньше вставали, говорит. То есть, ты на самом деле не растянешь свои сутки, но сегодняшняя тема, и я верю, что для многих это будет изменение. Бог хочет, чтобы мы каждый раз менялись, что-то слушая. Не просто так, отслушали и делаем дальше, что делали. Нет, чтобы мы менялись, чтобы мы все-таки взяли какое-то время и молились, молились. и молились. Хотя бы с какого-то маленького времени китайская пословица гласит, великий путь начинается с первого шага. Должен быть шаг, потом еще, потом еще. Кто бы мог подумать, что такие темы будут актуальны. Время, время основная ценность. Но в наших руках, в наших силах выделить. Иаков 5,16 написано признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга. Иаков говорит, это очень важно. Знаете, как меня впечатлило однажды после смены молитвенного партнерства, я, как обычно, пробегал в фойе и увидел двух братьев. Один из них бизнесмен, который очень занятый, он всегда торопится, он сидел спокойно и слушал другого брата, который никогда никуда не торопится. Он хочет со всеми поговорить, но от него обычно так отмахиваются, говорят, некогда, подожди. И вот они сидели и друг другу рассказывали, кому за что молиться. Сидели с этой карточкой партнера. Меня это сильно вдохновило. Насколько потрясающая картина, когда ты все оставил, какие-то дела, сидишь и просто слушаешь, а чем ты живешь, дорогой, а что у тебя происходит. Сейчас даже звонят друг другу, говорят, привет, как дела, и сразу переходят к делу, так ведь обычно. Слушай, у тебя нету, слушай, у тебя есть, слушай, ты можешь, ну вот такие фразы дальше идут. И когда тебе звонят и говорят, слушай, давай поговорим, а ты говоришь, давай ближе к делу, мне некогда. Да нет, я просто хотел позвонить, узнать, как вообще ты живешь, как дела, что происходит с тобой, и ты так в ступоре, от тебя ничего не надо, от тебя ничего не просят, просто хотят с тобой поговорить, пообщаться. Это как-то рассинхрон получается какой-то. Еще один брат мне рассказывал про молитвенное партнерство. У него была очень сложная ситуация на работе. Я бы хотел, чтобы он сам может засвидетельствовал, но он так постеснялся. Сложная ситуация на работе, дома тоже не все так просто, с жильем, с жильем полный крах. Он говорит, поменялись молитвенные партнеры, этот человек начал молиться за меня. Прихожу на следующий день на работу, и начальница говорит, слушай, давай так, мы тебя повысим, повысим оклад, правда, кое-какие дела он говорит, я сижу и смотрю, то ли сон это, то ли яв. Яв, что происходит? Что происходит? Через какое-то время он покупает земельный участок, через какое-то время он начинает строить дом, через какое-то время они заедут туда. Молитва. Что произошло? Это молитва. За тебя начали молиться конкретно. Начали молиться. Бог, помоги ему в этом, помоги в этом. Фантастика. Если бы нам чуть приоткрылось, что происходит по нашим молитвам, то мы бы вообще отовсюду уволились, перестали бы спать и есть. И только молились бы, так ведь? Только молились бы. Конечно, иногда проблема в том, что не все раскрываются. Смотрите ситуацию с Петром. этот человек сидел на паперте, смотрел на Петра, и он раскрылся. Я нищ, я беден, я болен. Сложно такое вообще добиться признания, особенно от мужчин. Но все хорошо, все нормально. Знаете, я как-то читал книгу числа, 30 главу, я прямо увидел, как Бог показал мужчину во всей красе. Если кто даст обет Господу и поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово. Если женщина даст обет Господу и положит в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок который, и промолчит о том отец ее. Вот интересно, Бог говорит, женщина дает, дочь дает зарок. мужчина, ну что ты скажешь? Он молчит. Бог говорит, уже устал ждать. Хорошо, если он промолчит, молчание знак согласия, тогда, значит, он согласен. Вот так сделаем. Ну, может, это отец такой молчаливый? А как муж? Восьмой стих. услышит муж ее, услышал, промолчит, то обеты состоятся и зароки, то есть тоже не дождаться, Бог, видно, тоже уже не дождался от него. Давай так, если... Такая вот суть мужчины. Однажды мне один служитель говорит, знаешь, может, это и хорошо, что ты молчишь, но это неправильно. Это неправильно. Если тебя что-то беспокоит, то ты должен открыться перед своим ближним и за тебя помолимся и решим эту проблему. Это важно. Открываться. Открываться и молиться. Еще я хотел, прямо меня Бог побудил. Знаете, что сказать? За всех за нас когда-то молились. Всех нас кто-то привел к Богу. У кого-то это было 25 лет назад, у кого-то 20, у кого-то 10, 5 минут назад, может быть. но тот человек, который когда-то за тебя молился, он точно так же нуждается в твоей молитве. Может быть, его нет сейчас в церкви, может быть, он давно в мире, может быть, он занимается своими делами, но он нуждается в твоих молитвах, нуждается. Вот это обязательно отложи себе где-то, помолиться, прийти, мы еще в конце служения помолимся с вами, за того, кто привел тебя, за того, кто молился когда-то за тебя. Знаете, как вот дети с родителями, когда родители уже старенькие, очень старенькие, за ними нужен уход, их кормят, их берут под руку, куда-то ведут, они так плохо идут, но их ведут. Это напоминает картину, когда он, будучи молодым, вел своего ребенка точно так же за руку, ребенок шел плохо, может быть только начинал, когда за родителями убирают, вызывают врачей, водят их куда-то в больницу, такой водоворот. И точно так же важно молиться за наших духовных отцов, духовных наставников, помолиться, вспомнить, а где он сейчас, не обвинять, не обвинять. Такая же ситуация происходит и, скажем так, в странах. Когда-то молились за Россию, молились, чтобы можно было проповедовать Евангелие, вот как сейчас мы с вами слышим, можно было собираться беспрепятственно. Многие люди, многие церкви на Западе молились за нас. Что происходит сейчас? Сейчас из уст христиан часто слышишь только обвинения про их церкви, про либерализм и так далее. Не к этому Бог призывает нас, а Бог призывает нас молиться сейчас за те церкви, за те страны, за тех верующих, чтобы Бог действовал и укреплял. Сейчас они нуждаются в наших молитвах, они нуждаются в наших молитвах. Такой круговорот. И часто, знаете, так бывает, что вот ты сам не можешь выпутаться из этой ситуации, нужна поддержка со стороны. Вот просто не можешь. я вспомнил случай из детства, как-то мы с товарищем залезли на одно предприятие, ну, как это и бывает, залезли через забор, залезли, сделали, что нам надо, набрали, чего хотели, и тут увидели сторожа. Он так громко матерился, кричал и бежал в нашу сторону. Я чувствую, что надо текать. Что там, мы побежали. Вдруг вспрыгнул через забор, я за ним спрыгнул. Но спрыгнул неудачно. Знаете, вот как Буратино примерно повис на своей куртке. Руки висят, ноги висят. Куртка, не знаю, современные, может быть, и порвались в клочья, но там была такая стеганая фуфаечка, крепкая, с ней ничего не происходило. Я хотел это проиллюстрировать, но пожалел, братья, ладно. Но поверьте, ты ничего не можешь сделать сам, вот в такой ситуации, просто ничего. Ты, как бы, может, пошевелишься, еще больше так, засаживаешься. Хорошо, что друг, я ему кликнул, он посмотрел, сколько позволяло время, посмеялся, потому что картина действительно была забавная. Потом все-таки помог. А одному, ну, наверное, никак, я не знаю, там можно было как-то расстегивать, как-то, но это было бы очень-очень долго. Вот такая же примерно ситуация происходит с нами, когда мы сами пытаемся вырваться из каких-то ситуаций. Вырваться и не можем. Мы вот висим вот так вот, а иногда стесняемся сказать, иногда, может быть, по каким-то причинам одно другое нам мешает. Закричи, помогите, окликни ближнего, он вернется и поможет, и будет все очень быстро, будет моментально. Знаете, точно так же мы читаем разные истории, как молились за великих проповедников. Интересные истории. Там были парни такие, что оторви добрость, за них молились, и они стали величайшими проповедниками. Но, когда они стали проповедниками, пасторами, служителями, молитва на этом не заканчивается. Все только начинается. Молиться нужно и дальше, и даже может быть более-более важным. Тоже помню случай такой из армии. мы служили, в общем-то, уходил я на полтора года, и уже закончился этот срок. Уже, ну все, уже ждешь время, а время практически стоит. Смотришь на часы, прикладываешь их, все стоит. И, наконец-то, в какой-то день торжественно всех построили на плацу. Всех построили, и была команда. Те, кто, кому демобилизоваться скоро, кого подошел срок полтора года, выйти из строя на 30 шагов. И, знаете, все как один, такими плац дрожал, вышли как в одну линеечку. И, помню, полковник оставшимся говорит, вот видите, как надо, вот так вот надо. А для нас объявление такое было. Законы что-то менялись, одно, другое, там сроки укорачивались, удлинялись. И он объявляет, что вышел приказ министра обороны дослужить еще полгода, тем, кто, то, то, то. Секундная, секундная пауза повисла, и потом все без всякой команды такие, да, ну, все, ушли. И на его, подождите, отставят всех, на галпуахту, там что-то он кричал. бесполезно, ты уже настроился. И вот мы сидим с одним товарищем после этого в чайнике пьем чай, чпоки, там, кушаем булки. И вот он мне сказал такую фразу, знаешь, на самом деле, чтобы точно донести. Жизнь после нашего дембеля только начнется. Это кажется, что все, наконец-то мы от этого освободимся. Начнется, говорит, самое интересное. Начнется самое интересное. Иногда мы ожидаем чего-то и думаем, наконец-то все это закончится. Нет, начнется самое интересное. Начнется жизнь. Ты уже будешь сам выбирать что-то. И точно так же, когда молились за служителей, за пасторов, точно так же они нуждаются в нашей поддержке и дальше. Потому что жизнь в том, что они вошли в это служение, не закончилась. Не закончилась. Послание апостола Павла к римлянам, потрясающее местописание. Оно прямо ожило передо мной. 15 глава, 30 стих. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, чем еще только вас умолять, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу». Так, может быть, немножко не скромно, да? «Я умоляю вас, братья, я молюсь, так вот, давайте молитесь, подвизайтесь за меня в моих молитвах к Богу. Поддерживайте меня, потому что я нуждаюсь в этом». Он уже взывает, умоляет и не знает, как их просить. и насколько важно молиться за наших служителей, потому что бывают атаки, бывает тяжело, бывает трудно. Я недавно был на севере, мы общались с одним пастором, и он, я говорю, «Ну как дела-то?» Он говорит, «Тяжело, непростое время. Одно, говорит, меня успокаивает, одно поддерживает. Ну, я думал, ну, мало ли, может, там кто-то в церкви из администрации работает, или что он скажет. А он так говорит, молитвы верующих за меня, говорит, молятся. Мы, говорит, впряглись в это. И любой прихожанин, по идее, может, хлопнуть дверью и уйти. А у нас, говорит, завет с Богом. Только смерть и все. Мы будем служить до конца. И нас поддерживают только молитвы, 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 молитвы. Очень, очень важно поддерживают. Еще с одним миссионером не так давно общались. Я приехал к нему пораньше, думал, может, по кружку чая выпьем перед служением. Какой там чай? Он загрузил машину аппаратурой, поехал на служение, стал договариваться по аренде, там какие-то вопросы параллельно решал, сам растягивал провода, вышел проводить прославление, потом вышел проводить проповедь. Никакой поддержки, говорит, как так? А церковь? Ну, как-то думает, что само собой все, все идет. Не поверишь, говорит, мы иногда из своих семейных денег арендуем зал, лишь бы только у нас платежи вовремя шли. Павлу, насколько было трудно, умоляю вас, я служу, я стараюсь, я насаждаю церкви, помолитесь за меня, молитесь за меня, и пусть это будет постоянно. Поражу пастыря, рассеются овцы стада, написано. Иными словами, если, если будет поражение, то все рассеется, поэтому важно сохранить. Важно молиться за своего пастора. Мы не договаривались, мне сразу пришло такое от Бога, вот скажи об этом обязательно, просто вот скажи еще. Очень, очень об этом важно сказать. Молитесь, молитесь за своего пастора. Евангелие от Луки, помните место, когда Иисус учил всех, а некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. Он не стал с ним даже разговаривать. А кто сказал, что я собираюсь с тобой это обсуждать? Вот вроде странная фраза немножко. Иисус уже подходили с какими-то немощами, с какими-то вопросами, исцели, помоги, и он вроде никогда не отказывал. Я сделаю это, давай, помолимся, давай. Он уже уставший, ему надо на гору, ему надо помолиться. Он говорит, давайте. А тут он говорит, нет, я не буду с тобой это решать. Почему? Почему такое происходит? я думал об этом? А просто человек из мира тащит эту модель в церковь. Тащит в церковь. Его потом, о нем не было слова. Скорее всего, он просто обиделся и ушел. Как это часто бывает, просто обиделся и ушел. Но Иисус поставил некую границу. Я готов помогать. в чем-то. Я готов молиться за тебя духовно. Но не тащи эту модель, которая есть в мире, в церковь. Не надо. Кто-то работает на какой-то работе, начинается брожение умов, как это бывает. Вот наш начальник, такой-сякой, недалекий, рулить не умеет, получает много. Слышали такие разговоры, может быть? Да не место ему там. Мне место на его месте, а ему там не место. вот уволюсь я, узнают все, четыре человека наймут сюда, еще четыре зарплаты будут платить, еще и не справятся. Часто такое, да, слышим? Я уверяю, не наймут четыре человека, вообще никого не возьмут. Распределят немножко и все. Помню, на своей первой работе пришел, когда спрашивал у друзей, есть какая-то работа? И один товарищ мне говорит, ну, есть в мебельном цехе, если умеешь молотком колотить, то давай мы тебя возьмем молотком колотить-то я не умел, но работа нужна была. Ну, я согласился. Я пришел, мне сказали, что надо делать, там, шлифовать доски, резать, там, соединять их разное, обклеивать. Делали диваны, комплекты диваны и два кресла. И вот первый день все ушли, часов в пять, я остался до 12, не успел ничего. Приехал, уехал на последнем автобусе из Кольцова, приехал на первом доделывать в шесть утра. И так было каждый день. Думаю, да что ж это такое-то, что ж это такое-то, неужели я такой неловкий или... Хорошо, что через две недели был кое-какой праздник, то и мы сели так, начали отмечать, раз отметили, два, три. Один мужчина был, который на центрифуге работал отдельно он немножко от цеха. Он как-то подсел ко мне, говорит, хороший ты парень, место у тебя, говорит, рабочее, самое большое. Я говорю, да, спасибо. Он говорит, да нет, как спасибо, место у тебя двойное. Раньше, говорит, там два человека работали, скажу тебе по секрету. А поскольку на бригаду дают определенно полторы тысячи в неделю и решили попробовать, как, нам же не надо штат раздувать, денег-то на всех. Вот и решили. Я так думаю, вот эти дела. И знаете, при этом все эти две недели я слышал вот эти разговоры, да что это такое, да начальник, да столько работы, столько, столько всего. Ну, там ладно, но просто эту модель, Иисус говорит, не надо тащить в церковь и не надо говорить, да он наш домой лидер, домой служитель, домой пастор, то-то-то. И начинаешь, и некоторые видят в пасторе начальника, в представителях финансового отдела, видишь своего главбуха там на работе, который у тебя на ресепшн, ребят ты воспринимаешь как вахтеров службу, порядка, как своих охранников там, а Бога вообще как у свидетеля всего. И такое недовольство возникает. Сколько раз я слышал такое, прекрати, отставь это. Бог призывает нас не обсуждать, но молиться, молиться за твоих служителей, молиться за твоего лидера, молиться за твоего ближнего, молиться за твоего пастора, молиться за служителей там в Москве за Сергея Васильевича, молиться за тех, кого Бог поставил. Кого Бог поставил? Когда-то мы были с пастором на одной встрече по покупке здания на Долоресе Боруде, здесь, когда ангар, нам казался этот свет в окне, и мы общались с бизнесменом, он так посмотрел и говорит, да что вы говорите, у меня свой бизнес, у вас свой. в моем возмущении не было предела, да как, это же церковь, некоторые так воспринимают, к слову сказать, мы так молились, я думаю, как же так, почему Бог не отвечает-то на это, а с Силькоровской, нам уже в Торчерме отказался центром, а уж это Долорес и Борури, и сейчас, когда мы с братьями из центра ездим туда за какими-нибудь шпингалетами, инструментами, чтобы сюда в центр привезти и здесь что-то делать, я думаю, как Бог благ, какие мы бываем часто нетерпеливые, как нам хочется все быстро и чтобы по-нашему было, Бог говорит, я сделаю так, как лучше, я сделаю так, как лучше. Помните, когда Моисей сражался, исход 17 глава, была битва, 17 глава, 10 стих «И сделал Иисус, как сказал Ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей и Аарон и Орв зашли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». У Бога часто какие-то схемы непонятные были в битве, то криком он брал крепости, да, а тут надо было просто держать руки, ну вроде бы легко, да, можно брат Ярослав, Ярослав, выйди, пожалуйста, покажи. Я, честно говоря, когда думал проиллюстрировать это, думал только бы не Ярослав, не Ярослав, потому что, вот подними руки свои, как мы, нет сил, потому что Ярослав думал, может так стоять трое суток, помните, как Кенту Матоксу чуть проповедь не испортил, потому что у него было в планах нагрузить его сначала немножко сумками, побегать, потом еще и еще, а Ярослав, как мог заменить всех грузчиков на нашем вокзале просто без тележек и даже не запыхался. Ну ладно. Вот Моисей стоял так и тяжело так стоять. Ну можно день, час постоять, да, может быть, минуту, 15 минут, но целый день до захода солнца невозможно. Бог говорит, я ставлю ваших духовных лидеров, они стоят впереди, но они тоже устают. Неужели Богу трудно было какую-то другую схему придумать? Нет, Бог ничего не делает напрасно, ничего не делает просто так. Он говорит, вот такая схема, как вы будете поступать? И только тут помощники сообразили, а Аарон и Ор, они поняли, что как только руки опускаются, битва проигрывается, как только руки, там мышцы, руки поднимаются, битва выигрывается, они поняли, что руки надо держать поднятыми, и они подошли к нему, Аарон и Ор подошли к нему, подошли, Аарон и Ор, подходят быстро, руки падают, они взяли камень, тяжело стоять тоже еще. Взяли камень, посадили его, вот так удобнее тебе, Моисей, взяли руки его, и до заката дня, до конца проповеди, до пожертвований, они стояли так, так уже легче. Бог не просто так это показывает нам, Бог показывает насколько важно держать руки лидеров, держать, чтобы они не опускались, чтобы битва была выиграна. Аминь. У нас каждый день проходят молитвы в Айхо. Иногда я прихожу и вижу никого. А знаете, как чудесно начинать день с молитвы. Если у тебя есть время, рассчитай так, чтобы перед работой приехать, помолиться, у тебя будет абсолютно другой день, абсолютно другой, продуктивный день. Псалом 65, 17 стих. Есть одно условие для наших молитв. Псалом 65. Я вызвал к Нему Господу Своему устами своими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего. Бог услышал, Бог внял, если у тебя чистое сердце, если нет беззакония в твоем сердце. Бог услышит твои молитвы, если у тебя все в порядке с совестью, если ты не грешишь, если ты стараешься жизнь жизнью праведной. Устал? Спасибо. Давайте поаплодируем нашим братьям. и, конечно, Бог призывает нас верить. Иногда ты молишься, ну так, по привычке бывает. Знаете, помните в Деяниях в 12 главе, Деяния 12 глава, 1 стих. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы причинить им зло. Ирод начал гонение на христиан, убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя это, что приятно иудеям, то есть он смотрит, а толпа скандирует, скандирует, давай, давай еще, еще хотим крови. Им приятно, вслед за этим взял и Петра. Тогда были дни опресноков, опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам, воинам, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, четыре четверицы воинов, шестнадцать человек, отборных человек, так скажем, спецназ того времени. И он не просто там находился, он спал между воинами, скованный двумя цепями, это в шестом стихе написано, и стража у дверей стерегли темницу еще и снаружи, то есть он между ними спал даже, они не отходили от него ни на секунду, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Ну понятно, надо молиться, молиться за брата, что же такое происходит? Когда они молились, они верили, что что-то может по их молитвам быть, как вы думаете? Да не верили они, ну просто положено молиться, молились. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу, и ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и говорит вставай скорее, цепи падают с его рук, ангел говорит опояшься, одень пояс, потому что ремень снимают, обуйся, шнурки тоже убирают, обулся, сделал так, потом говорит ему надень одежду твою, иди за мною. Петр вышел, исследовав за ним, не зная, что делаемым ангелом было действительно, думал, что видит видение, думал, что это сон ему снится, но такое нереально. Пройдя первую стражу, вторую стражу, и так-то просто было выйти, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли, прошли одни улицу, и вдруг ангела не стало с ним. И Петр, придя в себя, говорит, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, где многие собрались и молились. Они собираются также, молятся, Господь, освободи Петра, Бог, можешь ты освободить Петра. Петр стучится в это время, вышла послушать служанка именем Рода. Узнав голос Петра, она не открывает ворота, от радости она прибегает обратно и говорит, Петр там стоит у ворот. Они говорят ей, ты с ума сошла? Ты в своем уме? Ты что говоришь-то? Не мешай, мы молимся за Петра. Не мешай. Все, сядь. Ты что, женщина? Она говорит, там Петр. Ну, может быть, ты хочешь, чтобы там был Петр, но его не может там быть? Он его стерегут 16 человек. Он спит цепями окованный, ногами и руками опутанный. Нет, нереально, не мешает, все, мы будем дальше молиться. Вот молитва их. Когда же и но она утверждала свое, слава Богу за нее, что она говорит, да нет, ну Петр, ну сходите посмотрите, ну я вам точно говорю. Между тем Петр продолжал стучать, а Петр не понимал, он видит какая-то беготня, в окнах носится, почему не открываете-то, он замерз там уже, стоит, наконец-то отворили, изумились, изумились, неужели Петр, неужели Бог правда отвечает на молитвы, или это совпадение, что происходит? Бог говорит, что я многое могу по вашим молитвам, многое, да все могу, но главное верь, бывает так, молимся вроде бы надо, Господь исцели, но врач сказал, что это неисцелимая болезнь, ну давайте все равно помолимся, да нет, Бог может все, все, в одном селении не было дождя долго, и один священник говорит, ну пойдемте на гору помолимся, и все село собралось, и пошли на гору молиться за дождь, и только один маленький мальчик, который шел в конце, взял зонтик с собой, и священник говорит, вот это единственный человек, который верит, что по нашей молитве что-то будет, ну как, обратно пойдем, остальные, ну надо, так надо, пойдем, помолимся, будь с зонтиком на своих молитвах, молитвах, а вот у кого нет с собой Библии, вы даже не знаете, что дальше, я буду по частям открывать, патриархи, кто такие патриархи, кто такие патриархи, ну даже если ты не знаешь, звучит, звучит как-то так, могущественно, да, патриархи, патриархи, это какие-то важные люди, это родоначальники рода, это те, кому приходят за советом, все семейство приходят и говорят рассуди нас, если что-то не получается между собой, то идут к патриархам, они мудрые, они святые, они серьезные, патриархи, что же тут говорится про них, что с ними не так, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, когда я прочитал эту фразу, у меня как-то все не состыковалось, патриархи, они не могут грешить, они не могут завидовать, у них должность такая, ведь Бог мог написать братья Иосифа, но он говорит патриархи, то есть он назначил их, они еще не родились, он уже знал, что они будут патриархами, вот кто-нибудь может так подумать, что вот быть мне патриархом, вот хочу быть патриархом, что для этого надо, пойду посмотрю, объявления, может где-то учат на патриархах, что для этого надо, не сможешь, вот захочешь быть патриархом, не сможешь, это Бог должен захотеть, так вот смотрите, Бог говорит, что несмотря на это, они были такими же людьми, со своими грехами, но тем не менее, тем не менее, они выполнили свою миссию, они раскаялись потом, было у них позорное пятно в своей жизни, они продали из зависти своей, они продали Иосифа, слава Богу, что пришло покаяние, он их долго проверял, Бог их долго проверял, и они стали каждый родоначальником колена израильского, из одного колена вышел Иисус Христос, из другого пророки, в одном колене были только священники, патриархи, я донес мысль, нет? Я когда прочитал это, патриархи из зависти продали, а между прочим, когда Иисус говорил с фарисеями, Матфея 27, 18 написано, ибо знал, что предали его из зависти, такая же ситуация, но для фарисеев у Бога тоже были большие планы, не оправдали, не оправдали, у них не было покаяния, не было открытого сердца, не было. И знаете, что я скажу? Патриархами нам не стать, наверное, никогда, никому. Но у Бога для нас абсолютно точно есть планы, абсолютно точно. Он называет нас не меньшим званием. Дети мои, дети мои, я дал вам силу, я дал вам силу молиться друг за друга, я дал вам силу взывать ко мне, и я услышу вас, я преклоню ухо свое к вашим молитвам. тем не менее, Бог дал нам все точно так же, чтобы мы действовали, чтобы мы молились, чтобы мы искали его, чтобы мы взывали к нему. я люблю читать разные истории, особенно про произведения искусства. И вот мне одна история попалась из про одну картину. Шел 1649 год. Один мальчик стоял возле изгороди, и вдалеке он увидел, как облако пыли поднималось от скачущих рысаков. Это были солдаты Кромвеля. Примерно полгода назад точно так же скакал один всадник к их усадьбе, и он сказал, что государственный переворот свершился, убили короля Карла Первого, его наследник вынужден скрываться, власть захватили другие, и он сидел этот мальчишка и плакал, потому что вся их семья поддерживали короля, они любили его, они бывали в царском дворе. Он сидел, плакал, но смотрел, как через доски террасы пробивался цветок, и он глядя на эту картину подумал, что может не все потеряно, может еще что-то пробьется. И полгода он ходил сам не свой. Он мечтал, чтобы наследник пришел в их дом. Он взял без спроса и приготовил белье, он повесил у себя в комнате портрет в стиле Ван Дейка короля Карла Первого и ждал. Но не суждено было явиться наследнику в его дом. Он только об этом и думал, он забросил греческий, забросил занятия с репетитором по латыни. Отец у него спрашивал, почему ты сам не свой? Он поделился своими мыслями, но отец говорит, нет, знаешь, не хотелось бы тоже, чтобы вся наша семья легла на плаху вслед за королем. Не надо показывать своих политических предпочтений. И вот он стоял у ворот, солдаты неслись прямиком к их усадьбе. Он только забежал домой и сказал отцу, что к нам идут, похоже, с обыском. Они увидели его движение, припустили коней еще больше. Счет шел на секунды. Отец сказал матери, чтобы она убрала одежды, в которых они были при дворе. Он забежал в комнату и увидел портрет своего короля. А поскольку он занимался живописью, и у него были разложены палитра, краски, он, недолго думая, взял краску и на лице нарисовал зеленое яблоко, все раскрасил, буквально два штриха, и в комнату забежали солдаты. Они посмотрели, начали обыск, ничего не заметили, ушли во свояси. Ушли во свояси. Этот мальчик подрос, ему посчастливилось увидеть, как власть пришла обратно, наследник встал на престол, поколение сменялось поколениями, и через три сотни лет следующий собственник этого имения решил, так скажем, прибраться, достал все картины, пригласил оценщика, и оценщик смотрел на дорогие полотна, одно из них привлекло внимание. Странно, такая дорогая рама, но такая мазня. Он говорит, можно я возьму эту картину поисследовать? Он смотрел настолько богатый фон, в котором было много полутонов, но не могла одна и та же рука нарисовать это яблоко. И он с помощью реагентов, с помощью инструментов слой за слоем убрал, и картина предстала во всей красе. Картина времен в стиле Ван Дейка. Знаете, точно так же я смотрю на некоторых христиан, и наверное Бог смотрит на нас с вами. У нас есть красота, у нас есть первозданная ценность, но какая-то суета накладывает свои краски на нас. Какой-то грех, какие-то представления, какие-то стандарты, какие-то стереотипы. Бог желает, чтобы мы предстали перед Ним во всей красе, во всей первозданности, во всей ценности, которые Он дал нам. Наш Бог. Наш Бог. Потому что мы дороги для Него, каждый из нас ценен. Каждый из нас ценен. Мы можем общаться с Ним, можем молиться к Нему. Мы также дороги друг для друга. Знаете, в последнее местописание Исход 12-я глава. Тоже интересный текст. Книга Исход 12-я глава 12-13 стих. И всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую. Это он говорит Моисею. Моисей дальше говорит народу слова Бога возьмите пучок из сопа обмочите в кровь которая в сосуде и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью которая в сосуде и вы никто не выходите за двери дома своего до утра и пойдет Господь поражат Египет и увидит кровь на перекладине и о косяках и пройдет мимо и не попустит губителя войти в домы ваши для поражения. Зачем Богу это нужно было? Знаете я вот когда читал это место и размышлял думал что Бог не знает где находятся евреи я вспомнил что такой момент из своего детства раньше я не знал национальности может у кого-то было такое может нет но я четко помню четко помню как один человек мне вдруг раскрыл эту горькую правду знаете живешь до какого-то времени ни о чем не думаешь мы старшую дочь свою не кормили конфетами долго очень лет до трех может быть или больше просто вот она даже не знала что это такое когда мы были где-то в гостях и стоит ваза с конфетами и мы уходим хозяева говорят какой у вас воспитанный и самое главное как это с силой воли сдержанный ребенок даже конфетку не попросит даже не смотрит на них так она не знает что это такое пока однажды наши родственники добрые в тихушку вот практически силы затолкали попробую а потом все обратно не откатить уже на стройке уже не получится знаете я точно так же в каком-то неведении пребывал про национальности и вот как-то в школьном дворе я даже помню этот момент когда подошел один взрослый человек говорит а вот у рыженького этого мальчика в вашем классе как фамилия я говорю что-то я так задумался он говорит ну татарин-то я говорю кто ну Ильдар-то как фамилия у него и вот когда он произнес этот татарин знаете дети иногда многих слов не понимают ну просто не знают слов квинсистенция что-то такое но они улавливают интонацию с которой говорит взрослый и вот в этой интонации я уловил какую-то угрозу как-то вот он так нехорошо сказал как будто бы а мы дружили с Ильдаром знаете так в кавычках в рамках времени все фамилии и имена будут изменены любое совпадение считается случайным вот мы дружили с Ильдаром я думаю как-то он так сказал что как-то так пренебрежительно я говорю почему вы его так татарин-то он говорит ну национальность такая ты что ну ну вот Армен Гаспарян ну кто он я говорю ну Звеневой первой звездочки у нас нет ну Армен Армен имя-то имя-то ну какое имя русское я вообще в шоке был как не русское я говорю а мое русское ну твое более-менее а он армянин и он мне начал про всех детей в нашем классе представляете Миша Брусницкий я говорю Миша тоже не русское имя что ли да нет имя-то русское Михаила Аронович отчество у него не русское и фамилия не русская и нос у него посмотри Мишка Мишка учится лучше всех в нашем классе он дает списывать ну какой-то такой классный но вообще я всех людей делил на хороших и не очень в основном все хорошие как-то были а тут ну чистокровный еврей говорит и представляете мое состояние когда я смотрел потом на одноклассников и думал как вообще на нос на брови на волосы думал как это все отличать зачем это все нужно нам зачем так вот у меня такое ощущение когда Бог когда Бог говорил с Моисеем что Бог тоже как-то не особо различает национальности он говорит Моисеем слушай мне надо чтобы ты отметил где дома у евреев где дома у египтян вот ты отметь тогда я отлечу а так я не не отлечу я не знаю зачем зачем Бог это делал он не знал он не знал где живут евреи он не знал где живет его народ или может быть ему некогда было он просто так несся быстро там же было знаете как не ночь вся давалась а полночь полночь это минута наверное вот когда часы с 11.59 до 12 и ровно в полночь ангел-губитель ему просто некогда было там разбирать наверное где там кто да правильно я говорю ну ты что-то не то да чувство во взглядах об этом нельзя так шутить вы знаете можно разбирать Библию можно задавать вопросы можно думать так вот Бог Он хотел ответных действий Он хотел отдачи Он не желал вот так автоматом спасать не желал народ израильский услышав эту весть должен был принять для себя и сделать что-то для Бога некоторые теологи говорят что не все приняли эту весть и какие-то кто-то из народа израильского не окропив перекладину и косяки кровью остался и у них погибли но это одна из теорий вообще в Библии в 50 стихе написано что все евреи вышли я как-то склоняюсь что все но тем не менее у кого-то были может быть какие-то сомнения у кого-то не были точно так же Бог может же и сейчас взять и спасти всех но не трудно ему теперь не надо окропить косяки и перекладины кровью у нас с вами есть крест и он уже окроплен и Бог ждет ответных действий он все знает он знает наше мышление знает он все национальности он знает все нашу жизнь но он хочет он хочет от нас ответных действий чтобы наша вера как пучок из сопа чтобы мы окропили сердце словом его чтобы мы уверовали чтобы мы уповали на него чтобы ангел-губитель не занес меч над нами над нашими детьми над нашими жилищами потому что он хочет ответной реакции он хочет отношений он хочет общаться с нами он хочет говорить с нам к нам слава Богу что теперь ни один человек не Моисей в любое время мы можем приходить к нему и говорить Господь благодаря кресту благодаря кресту благодаря кресту благодаря этим перекладинам горизонтальной вертикальной благодаря крови агнца пролитого за нас мы можем приходить во всякое время молиться к нему со всеми нашими заботами у него для него нет каких-то мелких забот или крупных или иногда ты думаешь что неужели Бог посмотрит у него есть более важные дела у него нет более важных дел он умер за тебя и меня лично за тебя и меня знаете человеку прошедшему советский период нужно особое откровение когда мы читаем что Господь умер за нас перевести это на наш язык Господь умер за тебя лично лично потому что часто нам навязывали что вы все вместе общество вместе мы прятались когда учитель вызывал к доске лишь бы не меня лишь бы не меня нам казалось бы чтобы это была большая масса но Бог обращается лично к тебе каждому из нас ангел-губитель пройдет мимо Христос Пасха наша закланный за нас и благодаря Ему мы живы и будем жить и будем служить Он хочет чтобы эти молитвы друг за друга как скрепляющая часть единого тела церкви укрепляла благословляла чтобы мы больше знали друг о друге чтобы его милость благодать и любовь пребывали в каждом из нас субтитры субтитры субтитры